Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Вот это перед вами дымоход. Да, вы не ошибаетесь, это дымоход. Перейдите по ссылочке вниз, я ее оставлю, для того, чтобы вы ознакомились с проблемой, которая есть. То есть здесь у нас пока что дымоход неизвестно какого происхождения, 80 на 125, и заказчик, вернее не заказчик, а мой клиент купил вот этот дом уже с таким дымоходом. Что сделали? Сделали следующее. Вот эта труба 80 на 125, и просто вывели голый участок трубы. Вот это неизвестная труба черного происхождения, мы ее, конечно, поменяем, мы полностью заменим всю систему дымоудаления. Так ни в коем случае делать нельзя, почему? Потому что здесь постоянно будет собираться конденсат. Что бы вы ни сделали, вот эта пристройка, этот вход спускается в подвал, и здесь участок, который не проветривается. Участок не проветривается, и поэтому там всегда будет образовываться конденсат, вы никуда этого не делаете. И если этот дом попытались бы сдать сейчас, в 2019 году, либо в 2018 году, его бы ни в коем случае не сдали. У нас будет здесь ряд проблем, с которыми мы будем встречаться, с которыми мы встретимся в дальнейшем, потому что здесь крыша, она, конечно, это делает все без проекта, здесь нет никаких проектной документации на эти пристройки. Как будем выходить, там, через балки, через перекрытие, я не знаю. Поэтому предварительно у нас здесь будет стоять 880 на 140 утепленная труба. Будем проходить, постараемся пройти один свес, и будем проходить верхний свес вон туда. Да, дом высокий, дом не маленький, поэтому здесь будет ряд проблем. И одна из проблем, это то, что площадь крыши очень большая. И здесь есть свои монтажные нюансы, которых я постараюсь вам показать, как можно сделать. Потому что, когда большая площадь крыши, если пойдет снег вниз и берется в большое количество, то ваш дымоход просто может завалить. И здесь мы сейчас рассматриваем два варианта. Если мы попадем вверху, то я вообще хочу пройти через свес крыши. Но я не исключаю эту важную множесть, что нам придется сместиться и пройти вдоль свеса. Это не лучший вариант на данном объекте. Я буду все-таки стараться попасть через кровлю, прорезать ее, загидроизолировать и установить хомуты оттяжки, жесткие хомуты оттяжки для крепления кровли, чтобы трубу не завалило. Сейчас я вам расскажу, какие проблемы возникли у нас на этом объекте именно сейчас, которые мы будем решать. Смотрите, вот мы вышли, мы поставили тройник один для прочистки, второй тройник для подключения к котлу. И мы вырезали отверстие вверху. И вот что у нас получилось. Сделали мы отверстие и попали вон балка, ровненько-ровненько. То есть у нас по центру идет балка. Мы сделали одно отверстие, сейчас будем смещаться в сторону, будем решать эту проблему. Поэтому не дай бог, если так вот попасть на ровном месте, там шаг у них между брусом, где-то метр двадцать, метр тридцать. Довольно большой, и именно по центру трубы, но это не повезло просто. Вы помните этот объект, что здесь было? Перейдите по ссылочке вниз, кто не подписан на мой канал, кто не следит за моими работами. Потому что что было здесь до нас, это было просто ужас. Заказчик попал на ремонт котла, ну и конечно на мучение. А мучения были у него зимой. Он купил этот дом, а дымоход у него коксиальный, турбированный и был установлен вот в этом месте. Вот это вот спуск в подвал, я сейчас сижу на лестнице, здесь никогда не могло быть нормального дымохода. Могло, вру. Когда по старым строительным нормам, здесь не было еще возможно спуска вниз. Когда было бы это открыто, еще он мог работать. Но когда поставили вот эту пристройку, чтобы здесь снег не падал, здесь начались проблемы. Это я вам гарантирую, проблемы здесь были. Здесь постоянно были обледенения. И постоянно старые владельцы здесь мучились. И когда заказчик купил дом, он с такими же проблемами столкнулся. Мы установили дымоход, мы его полностью переделали. Установили монтажную площадку, воздух. Мы старую коксиальную трубу снова же разобрали. Внутрянку 80-ку мы убрали и поставили новую, пластиковую. То есть внутри стоит пластиковая труба и входит в нержавеющую. Нержавейка 80 на 140. Из IC316 толщина металла на 5 мм. Я рекомендую ставить, конечно, если есть возможность, ставить 316 марку. У вас не будет никогда проблем с ней. По крайней мере на газовых котлах. Ну ладно, может быть никогда я омотанул, но на бытовых котлах у вас проблем не будет. И здесь воздух будет поступать внутрь. Вот через это отверстие. Заказчик, наверное, пытается котел включить. Файду выключат, а надо заглушечки поставить. Да, я был прав, котел уже работает. В этой системе, то есть как теперь она работает? Внутри утепленной трубы 80-го диаметра. То есть газы выходят от начала до конца вверх. Вверх, именно вверх. Они не остаются внизу, они не остаются на земле. Они уходят все в атмосферу. Также здесь предусмотрел прочистку. Прочистка для того, чтобы вы могли обслуживать свой дымоход. Все. Это очень важно. Прочистка она очень важна. Она может производиться несколькими способами. Это один всего лишь из метода. Можно, если без стройника вы откажете, можете без сборника конденсата поставить. Вариатов очень-очень много. Но это классический вариант, который предлагают производители. И который реально работает. Единственный здесь минус, это то, что у нас система собрана на улице. Конденсата будет довольно много. И вот через это отверстие, через эту трубку, которая сделана из нержавейки 316, будет конденсат. Так как у нас будет холод зимой, здесь возможно промерзание. Поэтому в дальнейшем, я заказчик, конечно, предупредил, этот участок надо утеплить. И так как здесь канализацию не вывезти, конечно, если дом бы строился, дом делался, я бы это все вывел в канализацию. Сделал бы отверстие внутри алмазкой. Прошли, вывели утепленную трубу. Было бы вот так. Если вы с такой ситуацией сталкиваетесь, то, конечно, выводить это все в канализацию. А лучше такие вещи ставить внутри дома. Внутри дома именно для газового котла. Да, это надежно и это практично. Потому что конденсат, да, он есть, он заверзает. Это не вода, но от него никуда не уйти. Он всегда будет. Вопрос его количестве. Поэтому утепленную трубу и ставите. И ни в коем случае не ставьте неутепленную трубу на улице для отопительных приборов. Это очень важно. Смотрите, вот это вот пластик. В пластике сделали отверстие. Мы, несмотря на то, что это пластик, несмотря на то, что это труба, где температура будет практически никакой, не будет. Все равно по пожарным требованиям должна быть изоляция. Поэтому здесь под экраном стоит стандартный противопожарный узел. Утепление в 3 см. Это необходимо. И не важно, какой у вас отопительный прибор. Все это вырезалось под углом. Предварительно, когда я выезжал, я все эти замеры сделал, потому что это довольно важно. И если вы хотите получить эстетику, то эстетика может только вот таким вот образом. Так, и сейчас я расскажу еще об одной проблеме, которая вот здесь все ровно. Сейчас мы выйдем на улицу, там тоже будет все ровно. Но внутри здесь спрятаны два угла под 30 градусов. Да, именно 30 градусников. Почему? Потому что здесь у нас был профиль. Мы его 2 трети обрезали, оставили для того, чтобы прикрепить экранчик дополнительно. Ну и нам повезло, что нам не пришлось его всего весь убирать, потому что какая-то часть сайдинга, она на нем держится. Ну а дальше кровля, а в кровле сделана обрешетка и стоят балки. Давайте покажу, где мы прямо по центру. То есть если мы возьмем дымоход, он у нас выходил вот здесь. И вот здесь ровненько стоит балка. Мы сместились, 2 30 градусника. Нам высота позволила сместиться за счет того, что здесь довольно высок вот этот вот подъем. И там скрыты деревянные конструкции. И 2 30 градусника, когда мы поставили, мы сместились на 10 сантиметров. И нам очень повезло. Поэтому если вы не знаете, переделывайте работу, то берите с собой углы для того, чтобы смещаться хотя бы на всякий случай. Потому что проблемы есть. И здесь, да, видите, вы этого не видите. Но они скрыты. Скрыты. Ну и конечно, если у вас было бы... Там же все закрыто вроде как-то. Да. Они никуда не потащат. Да, они ничего не увидят. Заказчик рядом волнуется, потому что, ну конечно, это объект, это потребителю, ему надо жить и наслаждаться теплом. Потому что когда в доме тепло, это хорошо. Поэтому вот эти моменты, я знаю, что здесь спрятано 2 30-х. 2 30-х, именно не 45-х. И если вы в такой ситуации попадаете на твердом топливном котле, я вам не советую смещаться. Не советую смещаться и скрывать углы, любые углы. 30-ки, 45-ки, 45 градусов. На газовом оборудовании все немножко попроще, температур никаких нету. И их можно смело прятать. Но твердачи, камины, печи камина, нет, не советую. Что необходимо было бы делать, если даже я попал бы в такую ситуацию именно на этом объекте. Мы подняли бы часть кровли и сместили бы брусок, там брусок 50 на 150, он довольно массивный. Мы бы его сместили бы левее, либо правее. Это в зависимости от того, как он поддался. Ну да, поэтому здесь нам просто, возможно, повезло. Но бывает такое, это монтаж здесь без этого, ну как-то, это не предусмотреть такие моменты рабочие. Внизу кровельный проход. Кровельный проход также мы загнали вовнутрь и поставили кольцо уплотнения. Здесь необходимо кольцо уплотнения, крыша маленькая, вернее угол маленький. И здесь может лежать снег. Но он будет лежать, вопрос его количестве. Поэтому обработали полиуретановым герметиком и пошли вверх. Не забываем, вся труба собирается только по конденсату. И поставили несколько креплений. Вот это вот одно крепление. Давайте я перелезу сейчас на другую лестницу. Видите, у нас здесь много лестниц. При монтаже я всегда говорю, что лестниц много не бывает. Вот одно крепление. И вот второе крепление. Мне очень нравятся эти крепления, нравится с ними работать. Мало кто их производит. Чем они отличаются? У них здесь полка, двойная полка. И плюс на вот этом выносе тоже двойная полка. Они регулируемые и очень удобные. Они очень-очень жесткие за счет вот этой дополнительной сварки. Но в Беларуси я могу смело говорить, что это лучшие крепления в Республике Беларусь. Кто-то, если может со мной поспорить, пожалуйста, пришлите мне ваши супер волшебные крепления. Я протестирую их. Но на данный момент лучше вот эти крепления в Беларуси никто не производит. Я это заявляю смело. И здесь вот такая же. Она регулируемая по всей длине. То есть реально классно. А как мы прошли вверху, вверху также, видите, отверстия. Здесь мы тоже долго мучились, потому что не могли найти мы, где проходит балка. Когда вскрыли, потому что сначала подняли вот этот уголок, убрали, убрали вот этот уголок. Но везде все намертво пришито, прибито и ничего не сдвинуть. Поэтому пришлось поднять немножко крышу и найти все-таки где лежит балка. И оказалось, что вот здесь вот одна лежит, стоит вернее и стоит одна где-то вот в этом месте. То есть нам здесь реально повезло. Если был бы шаг вот здесь стандартный 59-60 сантиметров, то у нас были бы очередные проблемы. Нам снова, возможно, надо было бы смещаться, либо искать какой-то другой вариант. Вот это вот, ну, такая отделка в связи. Это, ну, я просто балдею от этой работы, потому что прижато все аккуратно, отверстий никаких не видно. И, конечно, там такая же изоляция в 3 сантиметра еще, несмотря на то, что это металл. Дальше идет обрешетка, 3 сантиметра делаем зазор. Ну и давайте уже на саму кровлю, потому что самое все интересное остается наверху. Ну и сейчас я уже на крыше. Здесь также у нас был ряд проблем. Но проблем они не могут быть. Это монтажные вопросы, которые надо решать по мере работы. Потому что я, когда выезжал, из-за того, что высоко, здесь высокий объект, я не знал, что здесь снегодержатель. Он и есть. Но у нас труба попала как раз в край снегодержатель, поэтому нам пришлось немножко его дорабатывать для того, чтобы установить кровельный проход. Мастер флэш установили. Также RS1. Ух ты. Герметиком подляпал. Ну, ладно, вытерем. Установили кровельный проход, он в силиконовом исполнении. Также положили кровельную ленту. Кровельная лента – это обязательный элемент. И кольцо уплотнения. Это нужно делать. По кольцам уплотнения я иногда ставлю, иногда не ставлю. Это все по моему желанию и из моего личного опыта. Я сам выбираю, где его нужно ставить. Но если вы поставите, хуже от него не будет. И самый важный элемент на этом объекте, так как у нас очень высокая кровля, она очень высокая и очень большая его площадь, чтобы снег, когда уходил вниз, чтобы вам трубу не наклонило. Потому что у меня есть объекты, которые я переделываю из-за того, что труба наклонена и нигде никакого крепления нет. Первое, что должно быть, это установлен снегодержатель. И второе, это чтобы были установлены хомуты оттяжки. В моем варианте это хомут оттяжка на две стороны, которая разнесена по 120 градусов. И установлен профиль. Жесткий профиль, который крепит. Сейчас я еще могу смело на эту трубу, если будет желание, еще 2-3 метра поставить. И она не сдвинется ни на сантиметр. С ней ничего не будет. Поэтому, если вы внизу, если у вас крыша высокая, если у вас площадь большая, чтобы снег вам всю эту трубу не сдавил вниз, ставьте оттяжки. Они важны. На вид немножко поставьте его на второй план. Здесь главное надежность, чтобы котел зимой вас не отрубило. Поэтому, если вы покупаете дом и видите такую ситуацию, что коксиальную трубу спрятали где-то в погребе, где-то в подвале, где-то не в проветриваемом месте, смело можете скидывать какое-то энное количество денег. Ну, хотя бы на это указать, что это минус, а не плюс при покупке дома. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Comment by, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.